всем привет еще раз все покушали сейчас будет очень душевый доклад на тему алгоритмов главное как их продавать вот бигдата бигдата да бигдейта бигдейта а как продавать ее ребят как и продавать как клиенту и заказчику сказать что это нужно что за это стоит внедрять внедрять силы там энергию это принесет доход на мой взгляд это самый сложный вопрос сейчас на рынке бигдейта непонятно как ее продавать непонятно какую на пользу может принести вот реально непонятно и поэтому каждый слайд вот я буду вас мучить и себя буду мучить истекать кровью ну а дима найдем ответ на этот вопрос опять у меня тут дискриминатный анализ значит все такие умные да вот вопрос кто знаешь такой дискриминатный анализ вот видите мало рук но вот это конечно хорошо что люди знают что это такое в общем что сейчас у нас происходит на рынке бигдейта машинного обучения так далее происходит некий вот такой вот страшный трэш когда оказывается чтобы понимать что такое машинное обучение что такое алгоритм электронной коммерции нужно коса понимать что такое высшая математика хорошо понимать на уровень 6 баллов из 5 что такое компьютер сайнс понимать алгоритмы что такое программы инженер или программировать программкий писать тоже нужно уметь до чтоб работал что только математическая статистика терема блока mesa да там средняя диск этот значит в кризис отклонения все это нужно кажется знать дальше обработка больших данных это вообще инженерии это администрирование это несколько не Center и другая область. Параллельные алгоритмы, мы уже об этом говорили, это совсем другие алгоритмы, они работают совсем иначе. Есть отдельно научный, ну, компьютер-сайд занимается параллельными алгоритмами, это толстые книжки, которые подразумевают, что вы знаете, что такое обычные алгоритмы. Теория вероятности, конечно, надо понимать, что такое условная вероятность, да, что такое, опять же, терема Байса, говорю, что такое там нормальный закон распределения, там, Гаусс и так далее. Без этого вы не поймете, как применять машинное обучение, никак, не поймете. Линейная алгебра то же самое. Линейная алгебра, она везде в машинном обучении. Собственное значение матрицы. Кто знает, как считать собственное значение матрицы? Эгген Велуис. Видите? Ну, да, больше рук, больше рук. Отлично, отлично, отлично. Это хорошо. Но не все программисты это умеют делать, ребят, не все программисты это знают, как делать. А нам, оказывается, нужно все знать. И главное, нужно понять, как это продать. По поводу математики. Значит, к сожалению, сейчас, ну, как разработчик куда идет, прежде всего? Конечно, в Википедию, в Гугл. Он заходит, значит, читать, что такое логистическая регрессия, и не понимает вообще ничего. Он читает, значит, до конца, и понимает, что вообще ничего не понимает. Он заходит, например, в Machine Learning Rule, да любой сайт, посвященный машинному обучению, ничего не понимает. Огромная, огромная проблема сейчас. Она просто, пропасть просто. Книжки надо читать, оказывается. Вот я, допустим, уже довольно долгое время работаю с учебником по теории вероятности Венцель. Это учебник 1969 года. Нет нормальных учебников сейчас. Нет их. Их надо искать. В сети какая-то пурга. То есть, нужно реально копать математику, чтобы разобраться. Вот выгодский, пожалуйста. Тоже это мои настольные книжки. Выгодский. Справочник по высшей математике. Я не нашел ничего более достойного. Это старый-старый учебник еще. Ну, ребятам у зверя так это просто добавил. Повеселиться. Дальше. Кто играл в Диабло 2? Поднимите руки. Вот. Помните, да, что ну, надо кем-то одним все-таки быть, да? Варваром там, паладином там. Я был некромансером. Чтобы победить Диабло. То есть, вы несколько месяцев прокачиваете этого персонажа, прокачиваете, вы побеждаете Диабло. А нам сейчас предлагают, чтобы мы стали с вами, как бы всех прокачали одновременно и принимали решение. Понимаете, что происходит? Нельзя же в жизни. Нельзя быть одновременно хорошим математиком. Дело в том, что хорошие математики часто пишут плохой код. Это факт. Посмотрите, там, Мартин Фаулер, допустим. Ну, это не математика. Человек написал кучу книг хороших. Про шаблоны проектирования. Посмотрите код Мартина Фаулера. И вы все поймете. То же самое, например, спор Линуса Торвальца с Эндрой Таненбаумом. Знаете, да, этих людей. Что говорил Линус Торвальц? Говорит, я напишу новую операционную систему, Linux, значит, она будет одноядерная. Такой большой будет файл, это будет ядро. А Таненбаум говорит, ты что, с ума сошел? Нельзя, ненаучно. Надо писать микрокорнел, чтобы ядро было маленьким, чтобы ядра, то есть, чтобы драйверы обменились сообщениями. Понимаете? И что? И где сейчас Линус Торвальц? Linux. Linux по всем мире. А где Таненбаум? Он с горшкой студентов этот свой Minix до сих пор допиливает на грантах. Понимаете? Вот разница математика и разработка. Поэтому вот так вот оно. Теперь все забудьте. Забудьте, будем о хорошем говорить. Это так, вводная была. Говорим о карате. Почему о карате? Потому что, вот помните, как зародилось карате на Окинаве, да? Хорошо обладали боевыми искусствами кто? Самураи. Их учили с детства. Они там с закрытыми глазами могли там мечами там, да, работать. А в карате это людей, обычных людей, крестьян, учили драться. Их учили нескольким ударом, нескольким блоком, но оттачивали владение так, что они противоставили собираем с оружием. Они с палками против оружия шли. То есть, на мой взгляд, вот сейчас для нас машинного обучения, особенно в алгоритме, особенно в электронной коммерции, нужно просто набраться, изучить несколько приемов. И мне кажется, это позволит нам побеждать. Побеждать в вопросах, какой алгоритм выбрать, для чего применить и как победить. Поэтому не надо вспоминать высшую математику. Мы сейчас поговорим о простых вещах, о простых приемах подробно. Итак, первое. В машинном обучении, в алгоритмах надо понять, каких типов бывают данные. Ну, наверное, вы понимаете все, но это нужно очень хорошо объяснить и главное, это нужно клиенту объяснить, если вы будете с ним общаться на этой теме. Надо объяснить ему, что есть там числа, да, там целый, с плавающей точкой, есть полиноминальные значения, красный, зеленый, синий какой-то еще, да. Даты могут быть, есть биноминальные, не надо пугаться, биномиальные значения, полиномиальные, не надо пугаться этих терминов. Надо просто запомнить, что такие термины есть. Там да, нет, да. Есть даты. И вот есть графы. Вот про графы сегодня будет, я думаю, доклад, констеризация графов в социальных сетях. Это вообще отдельное такое очень интересное направление, но на мой взгляд оно сложное. И машина обучения на графах, ну я вот еще как бы подбираюсь к нему, но мне кажется, это вообще надо понять сначала базовые вещи, а потом уже подходить к графам. С графами отдельная проблема. Их надо правильно векторизовать, их надо правильно, так сказать, понять, их надо правильно там разложить. То есть вопрос, например, найти похожие два графа, это вопрос до сих пор решается. Из простого решения нет. Нет, нет простого решения, задача сложная. Поэтому я пока не буду об этом говорить, но чтобы мы знали с вами, есть такой блок, есть такой тип оружия, граф. Идем дальше. Ну со статистикой, я думаю, все знакомы, базовая статистика. Да, статистика, она все переблетянула с теорией вероятностей. Вот эти вот случайные перемены, ну хотя бы надо понимать, что есть там средняя, средняя выборочная, есть дисперсия, моменты, центральные моменты, начальные моменты разных порядков есть. Есть линейная корреляция Пирсона, это тоже классика. Она, к сожалению, работает далеко не всегда. И поэтому, есть книжечка, я, наверное, не упомянул ее здесь, вот сейчас книжка по машинному обучению современной, там их математики пишут, несложно разобраться, но считается, что вот коэффициент взаимной, взаимный мультиал информейшн, максимум информейшн коэффициент, в курсе, наверное, это вообще он считается корреляцией 21 века. Это методика измерения корреляции. Вот я тут есть, значит, я сравниваю корреляцию Пирсона. Зачем корреляция нужна? У вас две колонки. Как они коррелируют? Найти, да? Вы можете Пирсоном искать, но Пирсон далеко не всегда ищет. А можно найти через МИК. И он гораздо точнее работает, гораздо лучше позволяет показать связь. Потому что в машинном обучении прежде всего надо понять, хотя бы между атрибутами найти что-то, найти корреляцию, хотя бы это научиться делать. Дальше оттуда уже будете раскручивать алгоритмы. Так. Визуализация. Об этом забывают, но часто не надо лезть в всякий линейный дискриминатный анализ и так далее. Достаточно просто мозгами раскинуть и данными раскинуть, и посмотреть, что у вас происходит. Вы можете визуально найти ответ на вопрос. Вы смотрите распределение данных, например, покупателей, мы дальше по колоссализации немножко поговорим. И вы видите, что… Вы два параметра раскидываете, и вы видите, что они сильно друг от друга отличаются, эти параметры. И вы можете уже на основании этого делать. То есть в большинном обучении в алгоритмах не бойтесь. Сначала берите, просто данные визуализируйте. Учитесь визуализировать. Листики, доски у себя нарисуйте, распечатайте в разных проекциях данные. Это позволит сократить кучу времени. И может быть не бить тяжелой альтерией, типа там градиент бустит риск, какие-нибудь, знаете, там энсембл методы, когда можно вот таким способом статистическим увидеть, получить ответ на вопрос. Ну а тут у меня что приведено? Здесь это средняя, да, и дисперсия, ну плюс-минус три сигма. То есть можно данные так раскидать, можно столбиками. Дальше. Машины обучения, алгоритмы требуют от нас векторизации. То есть вы должны все уметь векторизовывать, текст уметь векторизовывать, векторизовывать пользователя, векторизовывать товар, например. То есть все машины, модели, большинство, они работают с векторами. Вам надо, то есть у вас какой-то, то есть вам надо объект представить, объект ценный, допустим, покупатель в данном случае, вам представить в виде вектора. Рецептов на самом деле нет. Есть как принцип практики, можно делать так, можно делать так, можно делать, но рецептов нет. Нет, никто не знает, сколько атрибутов нужно. Никто не знает. Разумеется, разные числа. 20, 30 атрибутов, 100 атрибутов. То есть даже математика нифига не знает. То есть вы попадаете в область неизведанного. И вы на свой страховый риск начинаете играть атрибутами, делать фичи инженеринг. Мы дальше об этом поговорим. В любом случае надо понять, что от вас требуется векторизовать данные. Например, по пользователю пол, возраст, статус, уровень, по которому он прошел, собирайте. Обращение в саппорт, количество обращений в саппорт. Все, что есть у вас. А, средний за квартал, за месяц, за день. Вот в чарном анализе, мы о нем дальше поговорим. Нужно собирать усредненные значения действий, например, клиента за какие-то промежутки времени. То есть запомнили, да? Викторизуем данные по объекту, который нужно подвергнуть алгоритмам и произвести на дне машины обучения. Вот теперь страшные книжки такие начинаются. Но без этого, к сожалению, будет трудно разобраться. Поэтому я даю сейчас самое нужное, самое необходимое. Значит, книжка эта у нас, это «Машинное обучение. Интересная перспектива» Кевин Мерфи. Сейчас он сотрудник Гугла, профессор математики. Смотрите, модели машинного обучения, алгоритмы делятся на несколько классов. Можно понять, что это за классы с точки зрения бизнеса. Значит, вот важный класс. Параметрическая модель, либо не параметрическая. Начнем отсюда. Параметрические модели, это модели, которые после обучения занимают некий небольшой объем памяти, ограниченный. Ну, допустим, там, сколько-то, 10, 10, 20, 30 килобайт. Да, вот логистическая регрессия, например. Вот. А есть модели не параметрические, это трэш. Они должны влить в себя все данные, которые есть у вас. Вот так работает алгоритм поиска ближайшего соседа. КНН. Или так работает наша любимая коллаборативная фильтрация. Это вот такой вот дорогой алгоритм, когда вы всю матрицу, все данные забиваете в память, они должны быть у вас доступны, вы по ним потом производите какие-то, ну, проводите рекомендации. Это важно. То есть вот эти модели параметрические, они дешевые в эксплуатации, их можно продавать клиенту как дешевые. То есть вы можете их в своем бизнесе тысячу моделей сделать, и все будет работать хорошо. Миллион моделей можете сделать. А вот эти модели, они дорогие. Там у вас на одну модель может один сервер необходимо поднимать. То есть к параметрическим что у нас относится? Наивбайс, классификатор байс, байс конфильтрация. Это спам. Спамфильтр, знаете, как работает байс. Дальше логистическая регрессия, линейная регрессия. Вот, из популярных. А вот коньерсный бархат, это не параметрические модели. Деревья, деревья, да, спрашивали. Это тоже, это что-то вот, ну, автор отнесся к не параметрическим моделям, потому что они забивают данные, а по проходу хотят. Тут, наверное, я был. Ну и машина оборных векторов тоже, не параметрические модели. Идем дальше. Значит, дальше модели разделяются на генеративные, дискриминативные. Мы дальше поговорим об этих отличиях. То есть тут определяется, какие фичи, какие моделям лучше подходят. Ну и дальше классификация регрессия. Это вот, ну, на пальце классификация это разбиение данных на несколько групп, на две или на больше групп. Регрессия это определение циферки по данным. Например, у вас набор данных, это стоимость, характеристики квартир, жилья, комнаты, район, да, что-то еще, что-то, еще что-то. И вы можете с помощью машины обучения предсказывать цену на квартиру. Это регрессия. Классификация это спам, не спам, либо выбери один из нескольких. Все. Идем дальше. Ну, тут вот отличие моделей, например, генеративные модели, отличаясь скоростью обучения, что там с генеративным моделем. Это у нас байс-классификатор, допустим. Учатся быстрее, то есть статическая обработка данных проводится и все. Не надо там никакого сведения делать, там, не знаю, там, схождение и так далее. Вот. Можно обновлять новые классы без получения. С точки зрения бизнеса не нужно модель перестраивать, если у вас новый класс появился. В пропущенном значении работает это нормально. Ну, и байс еще может чего. Там не надо цифры нормализовать, потому что он категорийно работает, он вероятностно работает. Ему не важно, там, нормализовали вы данные или нет. Вот. Дискриминативные, допустим, они позволяют, вот эти модели, ну, например, классическая модель дискриминативная, это логистическая регрессия. Ну, такая рабочая лошадка машинного обучения, даже Amazon сейчас ее внедрил. Вот. Она позволяет делать фичу при процессинг, к нему хорошо относятся, когда, допустим, у вас два атрибута. Ну, допустим, вы атрибуты перемножаете в разных видах, и у вас новая колонка, это новый атрибут появляется. Ну, например, вот, не знаю, был кейс, допустим, вы хотите понять, что удерживает посетитель на сайте, да? Вы считаете, вы каждый атрибут добавляете, например, основной блок на сайте. Это количество, сколько человек, сколько раз человек зашел на эту страницу, на эту, на эту. У вас получается, например, 100 атрибутов, да? И вы считаете, значит, пытаетесь определить людей, которые задержались на сайте, от людей, которые не задержались на сайте и ушли. По этим всем 100 атрибутам. А проще, допустим, оказывается, что если все атрибуты просуммировать и сделать еще один атрибут 101, в котором будет количество хитов, окажется, что все, кто на сайте остался и становится вашим клиентом, они сделают больше 100 хитов. А отец сделали меньше 100 хитов. Вот и все. То есть вы одним атрибутом решаете очень сложную задачу, когда надо между 100 атрибутами найти связь. Понимаете? То есть это называется фича при процессе. Вы можете очень быстро, но рецептов нет. Это надо тыкаться, тыкаться. Если повезет, то повезет. Значит, дальше про модели, про метрические, не про метрические я рассказал. Так, идем дальше. Вам понятно, что я говорю? Значит, смотрите. Софт для чайников. Для того, чтобы использовать машины обучения в электронной коммерции. Какой софт у нас есть для чайников? Это rapid miner. Кто пользовался таким софтом? По подобным софтом. Мало людей. В общем, этот софт позволяет реально сэкономить деньги и время. В rapid miner есть бесплатная версия, пятая сейчас. Ставьте, пожалуйста, есть сервер, есть клиент. Открывается админка, открываются… Ну, сейчас несколько сот операторов математических там есть. Вы накидываете на них модель. То есть в течение 5-10 минут вы можете провести математическое обучение на данных из десятков тысяч клиентов. И дать результат. И сразу сделать список клиентов, готовых уйти, допустим. И список клиентов, с кеми можно конструктивно работать. То есть ваша задача изучить эти несколько сот операторов математических на уровне, на уровне, ну как, моего уровня, учеников. Понять, скомпоновать, собрать группу, запустить данные, пролить и получить результат. Вот rapid miner. А rapid miner, например, коммерческий на два места с сервером стоит 10 тысяч баксов в лицензии. Вот текущая, шестая версия. То есть понимаете, да, сколько этот софт вообще может стоить. Дальше у нас есть SAS, да, SPSS. Это самые популярные инструменты. У них графики, блоки, серверные редакции, которые вот шестой rapid miner, например. Он содержит коннекторы в Hadoop. Это вот щелкает все время. Вот он содержит коннекторы в Hadoop. Когда у вас много данных и в памяти машины не помещаются, вы идете в Hadoop и там обсчитываете в rapid miner. Это софт для чайников. Значит, ну я шучу, конечно, не для чайников. Это софт для грамотных бизнес-аналитиков, для математиков, которые не хотят писать код, но им некогда этим заниматься. Они могут считать и могут понимать, как руголюдить бизнесом, да, и так далее. Есть вот такой хард для избранных, я назвал. Это для программистов. Есть библиотеки. И библиотеки для машинного обучения. Ну, самое популярное, наверное, сейчас это skykitleon.org, патинская. Кто работал с этой библиотекой? Многие работали. Ну, вы знаете, наверное, недостатки, что она там, когда данных много, она не работает. То есть я не нашел, вы можете меня поправить, я не нашел способов запустить на ней там сотни миллионов обсчитать данных. Она не работает. Там даже написано, вот, если данных много где-то тут написано, то чувак, ты попал. Вот. Поэтому существует еще, слава богу, стала появляться Spark ML Lib, библиотека для машинного обучения, параллельного машинного обучения на кластере, в которой уже появились довольно хорошие алгоритмы. Мы о них дальше поговорим. То есть, на мой взгляд, если вы способны использовать эти библиотеки, то вам этот софт, может быть, и не нужен. Вот. И вы можете решать очень серьезные задачи. Например, там, дипленингом заниматься или там, ну, использовать всякие хардкор типа Random Forest, там, или там всякие Boosted Rist, ансембл методы. Ну, считается, наверное, сейчас вершина крутости машинного обучения. На самом деле это все готово, там есть. Берете, используйте. Я там, даже в RapidMiner есть эти, решающие деревья, решающий лес и Boosted Rist. Оно там есть уже. То есть, вы можете стать крутым в течение 15 минут, решив задачу, с помощью этих алгоритмов. Далеко ходить не надо. Ну, естественно, Rist, но я с ними работал, но это очень авторитетный вообще язык. И Microsoft платформа поддерживает Azure, например. То есть, если вы на нем работаете, это тоже хорошо. Идем дальше. Я сейчас кратко скажу, что можно делать с данными, а потом мы конкретно с бизнесовой точки поговорим, что можно сделать данные в эволюционной коммерции. Конкретно вот по деньгам. Итак, нельзя забывать, что данные можно кластеризовать. Что такое кластеризация? Ну, это вот если у вас два измерения. Это вы накладываете точки, допустим, возраст и вес. И вы получаете возраст и вес. Это очень мощный и очень перспективный инструмент анализа. Вы можете визуально, например, накидать кластера, если у вас два измерения. Ну, визуально там клиента, там рост, вес, ну, понимаете. Для чего это делается? Для того, чтобы понять, какие у вас клиенты, кто они, на что они делятся. У вас, например, может много измерений, но у вас будет там три группы клиентов. Все, три группы. Значит, на эту группу я делаю три маркетинговые активности, на эту две, на эту одну. Выбирайте приоритет. То есть вы не бьете, например, а дай-ка я сейчас вот сюда вот ударю, на Яндексе размещу рекламу и ударю сюда. И вы ничего не получите. Надо бить вот сюда, в группы. Но когда два измерения, вы можете это еще красиво нарисовать. А когда у вас пять измерений? А когда у вас шестнадцать измерений клиентов? А вы хотите эти данные все равно увидеть в группы. Поэтому вы делаете кластеризацию в многомерном пространстве. То есть в математике это то же самое, что в двухмерном пространстве. В принципе, те же. Ну, самый примитивный алгоритм кластеризации Каминс, мы о нем поговорим дальше. Таким образом, вы сделали анализ клиентов, увидели, какие группы у вас клиентов. Кластеризация происходит автоматически, как вот есть. Если вам повезет, то вы найдете эти группы. Бывает же, что вы группы не найдете, тогда нужен хардкор, о котором дальше поговорим. Вот, и вы бьете. Поэтому начинайте с кластеризации всегда. Идем дальше. Классификация здесь, запомните слово, классификация нужна тогда, когда… Я так вот объясняю. Классификация нужна тогда, когда вот в кластеризации вам не помогла. У вас, например, очень сильно пересекаются в многомерном пространстве эти облака пользователей или клиентов, или ваших товаров, которые вы хотите разделить, и вы не понимаете, как их разделить. Не понимаете. Например, классификация текстов. Вот у вас текст. Спам, не спам. Что такое письмо? Это вектор какой-то. Вы векторизуете текст в виде математического вектора. И вы эти вектора должны разделить между собой. Там, не знаю, ста тысячемерное пространство получается. Как вы там визуально разделите? Вы кластер сложно очень построить по этим данным. Поэтому делается простой подход. Делается математическое обучение. Обучается бинарный классификатор, который по этим атрибутам векторам начинает раскидывать. Спам, не спам, не спам. Купит, не купит. Останется на сайте, не останется на сайте. Уйдет или не уйдет в ближайшее время. То есть принцип один используется в разных бизнесовых задачках. Есть еще мультиклассовая классификация, когда у вас не два, а три признака. Она сложнее. Она действует немножко иначе, но в этом софте, которым я уже говорил, она используется. Поэтому вот это базовая вещь. Первое – кластеризация. Дальше – классификация. Еще раз, не путайся с кластеризацией. Ни в коем случае. Это разные вещи. Совершенно разные. Разные алгоритмы. При классификации можно там использовать, выйти в другое измерение, на другом ядре посчитать, крыло поменять. В общем, там другой трэш. То есть это отдельно. Кластеризация сама. Классификация еще, она проводится под данным, где вы точно знаете, спам, не спам. У вас есть набор данных. Ушел сайт, а не ушел. Спам, не спам. Вы обучили модель, а потом она может сама определять. Новый человек пришел, или новое письмо пришло, вы говорите, спам, не спам, или там купит, не купит. Понятно. Идем дальше. Вот это вот, про это расскажут ребята, я думаю. Вот доклад есть дальше про анализ графов. Я не буду на этом останавливаться. Я скажу, что в Spark есть библиотечка для работы с графами, это граф X. Я смотрел ее, ну там мало, мало пока возможностей. Мало возможностей. Она нифига не состыкована с машинным обучением. То есть непонятно, как векторизовать отсюда. То есть нерезонный алгоритм, позволяющий векторизовать графы, для того, чтобы, например, прогнать их через бинарную классификацию. Я не нашел простого способа. Ну, нашел очень простой способ, а вот удовлетворяешь, пока не нашел. Поэтому что там у нас есть в Spark MLLib? Есть, вы считаете количество треугольников в графе. Ну, для плотности можно оценить, допустим. Вы можете кластеризовать графы с помощью MLLib. Кластеризовать графы называется Connect Components метод. То есть вы находите, у вас есть график, допустим, какой-то сложный граф, и вы определяете там области, где, ну, например, там группы людей по интересам в социальной сети. Ну, так, но я не занимался этим плотно, поэтому я говорю, что знаю. Ну, естественно, PageRank можно посчитать. Что такое PageRank? Это, ну, как бы, когда у вас одни объекты ссылаются на другие, а те на другие. То есть вы определяете объекты, на которые ссылается большинство. Это PageRank. Также можно его легко посчитать. И это полезная вещь вообще и для электронной коммерции. Ну, можно как бы основные элементы, эти ключевые в этом графе. Я больше о графе не буду говорить. Отдельный доклад есть. Так, теперь еще момент, что можно сделать с данными. То есть мы уже понимаем, что можно их кластеризовать. Можно провести классификацию данных на части. Если мы знаем, что эти данные спам, эти не спам, или три класса, мы можем обучить модель, потом прогнать данные, она нас раскидает по классам. И третье, это можно провести, выявить причины. Это вообще такая тема. Ну, вот все, когда ты говоришь математикам, как выявить причины, он говорит, дерево, дерево решений. Вот дерево решений. Да, есть дерево решений. Но дерево решений, например, за питмайнера. То есть у вас есть какие-то данные, например, люди уходят с сайта, они уходят. Вы загоняете их, прогоняете их через дерево решений, и система говорит, что люди с таким-то доходом и образованием остаются, а эти не остаются. То есть вы получаете список правил, например, по которым можно повлиять на действия пользователей на сайте, чтобы он остался. Вещь, конечно, в теории хорошая, но сколько мы их не использовали, дерево решений, они, когда данные разделяются, ну, когда они многомерные, сильно многомерные, и у нас не получилось, например, то есть на тесты в данных деревьях работает, а на более сложного, они нифига не работают деревья. Почему? Потому что в деревьях используется жадный алгоритм определения информационной энтропии, когда вы берете сначала, там, определите самый, там, атрибут, по которому делится, потом идите на второй атрибут и ищите, третий ищите. То есть там другая математика используется. Поэтому деревья могут вам не помочь. Но отчаиваться не надо. Можно посмотреть на еще один алгоритм. Rule Induction – это менее распространенный алгоритм. Он тоже похож на деревья, но работает по другому способу. На выходе без инсуума он дает вам, типа, такую картину. Иф, эльза, иф, эльза. Определять причины. Вот. Но можно использовать еще дискриментный анализ для того, чтобы… Ну, вообще, как бы, вот смотрите. Вот эти два пункта, о чем я сказал. Вы можете использовать обычный классификатор. И классификатор определит вам атрибуты, наиболее сильно влияющие на разделение товара, например, спам и не спам на части. Он определяет наиболее важные атрибуты. Эти атрибуты являются коэффициентами. Математики можете меня поправить. Эти атрибуты являются коэффициентами определенным набором измерений в этом многомерном пространстве, где мы делим объекты. Поэтому, даже проведя логистическую регрессию, получив наиболее влияющие коэффициенты на разделение, вы можете сказать, что на разделение пользователей на платный и неплатный влияют именно вот эти показатели. Например, возраст, пол и что-то еще. Даже если вы проводите логистическую регрессию на измененном ядре, а нового какая-нибудь там или что-то еще, то все равно коэффициенты, смысл регрессии, она линейна. Изначально линейна, даже если ядро меняется. Поэтому используйте коэффициенты. Поэтому для выявления причин, для бизнеса, например, вот данные определили причины. У вас два способа. Первая причина – дерево. Вторая причина – это проведение, например, логистической регрессии, либо исключительной анализе, определение основных коэффициентов, максимальных коэффициентов, которые влияют на разделение. Идем дальше. Ну тут трэш дальше. Это, значит, дип-леунинг, на самом деле все просто. Все на самом деле просто. Смотрите, вот эти все вот модные словечки, они говорят о том, что можно использовать множество моделей. Например, не одно дерево решения, а тысячу деревьев решения. И вы, шеф, говорите, я использовал рэндом форест для решения задачи и получил такой результат. Отлично. Вообще, я на практике скажу, что рэндом форест, он работает точнее, лучше делит данные. Модель получается лучшего качества. А рэндом форест, он чем хорош? Это бигдатовский подход. То есть вы можете запустить, обсчитать деревья, например, на 10 машинах одновременно несколько сот тысяч деревьев можете рассчитать. А потом они все голосуют за результаты. И вы на основании результата, там большинством, например, определяете, там, спам, не спам. То есть деревья обсчитываются легко. И можно это делать параллельно кластере. Бигдата. А вот бигдата. А вот градиент 3, бустинг. Бустинг, это берете, например, не обязательно дерево, это может быть другой алгоритм. Берете, например, модель, обсчитали. Потом проверили ее. Она, допустим, косит. Взяли эту же модель, добавили в веса, где она косит. То есть подправили ее, дальше на модели обсчитали. Потом дальше. И вы так вот тысячу моделей такие строите, одна за другой. То есть гораздо дольше. Такой диплёнерский подход, такой вот, вот такой вот долгий. Но считается, что это тоже дает хороший результат. Ну, мы пробовали, но я бы не сказал, что сильно вот в наших задачах, он сильно с равной формы отличается. Просто имейте в виду, что если хотите там бахнуть хорошо, то вот этим бахайте шефа, и он будет очарован. Энсембл методами. Идем дальше. Есть еще один подход, и о нем нужно знать. Я о нем сегодня не буду часто много рассказывать. Это анализ последовательности. Ну, классически для этого всегда использовались скрытые модели Маркова. Ну, как они работают, эти модели? Допустим, у вас есть, допустим, пользователи. И пользователь лоялен, либо нелоялен на сайте. Ну, вот у меня погода, допустим, это может быть пользователь, лоялен или нелоялен. Это в его внутреннем состоянии вы даже не знаете, лоялен или нелоялен. Но он может совершать действия на сайте, которые говорят о его лояльности и нелояленности. Например, может лайкать ходить. Это говорит, что там, допустим, он там более лоялен. И он, допустим, там дизлайк поставил, написал саппорт или что-то еще. Понимаете? То есть по действиям пользователей, по цепочке действий пользователей на сайте вы определяете, в каком он состоянии находится. И вы, дав на вход алгоритма цепочку, вы определяете, например, лоялен сейчас или нет понимаете как бы связь да если он там лоялен готов покупки допустим вы говорите он готов покупки такой алгоритм понятно есть более там взращенный алгоритм последовательности пока не мне говорим наши задача скороты научиться вот базовые вещи дальше вы будете уже книжки читать теперь значит еще момент что можно сделать данными я сейчас приду конкретно поэтому все теория это коллаборативная фильтрация сколько времени коллаборативная фильтрация смотрите это не параметрическая модель она хранится в памяти хотя есть методы сжатия этой модели там матричной факторизации но эти модели не работают на больших объемах мы их выкинули потому вот очень долго не работал поэтому у вас матрица есть и алгоритм работает просто он либо находит пользователь вот вы это вы да вы что-то лайкнули да товары какие-то полайкали купили а это другой пользователь чтобы понять какие товары вот этому порекомендовать система находит наиболее похожих пользователей по матрице вообще она должна просканировать всех пользователей либо сканирует какую-то сэмбл какую-то выборку и находит пользователь наиболее похожих на вас наиболее совпадающих с вами да и рекомендует вам товары которых которые есть у них и нет у вас понятно да но это не работает на практике, потому что это очень медленный метод, очень долгий. Но зато людям можно объяснить его. А мы используем item-to-item, когда мы проверяем похожесть товаров между собой, пары, устойчивые пары. И мы, например, если этим пользователем хотим что-то порекомендовать, мы смотрим, какие товары у него уже есть, какие эти товары имеют связи с пустыми полями. Например, этот товар сильно связан с этим. И мы видим, что этот есть, а этого нет. И мы накидываем с этих товаров коэффициенты в пустые клеточки. И получаем предсказания по этим товарам и здесь. Очень просто. Амазон устроен. У Амазона были сначала из-за рекомендации, потом у них данных стало big data на Perl, и они перешли на это. То есть в коллаборативных финансах такие два алгоритма. Еще можно матрицы сжимать и определять наиболее влияющие товары пользователя, но там алгоритм работает непрозрачно, непонятно, что там остается. Какие-то скелеты остаются, непонятно, что с ними делать. То есть алгоритм работы действительно хороший, но на больших данных у нас не получилось запустить. Идем дальше. значит последний из теории это information retrieval. То есть можно еще информацию в виде текстов представлять, тексты векторизовать, сделать прямой обратный индекс из текста. Ну поисковик обычно сделать. И найти похожесть. Например, если я смотрю вот это, то мне рекомендуют такой товар. Понятно. Принцип поисковика. Принцип поисковика. Релевантный поиск. Вот это все как бы что я хотел рассказать именно про алгоритмы. Про именно про теоретический подход. То есть на самом деле там еще есть алгоритмы, но это базовые, на мой взгляд, самые необходимые такие хорошие алгоритмы, которые вам пригодятся. Теперь из практики идем. Значит, я начну с конца. Глоборативная фильтрация. Как ее реализовать? Это, значит, вы используете матрицу для датчиков. Что такое глоборативная фильтрация? Я сказал, эти товары я посмотрел, эти я еще не посмотрел. Мне рекомендуют те похожих людей, у которых посмотрели товары, а я не посмотрел. Но она имеет ограничения. Она имеет ограничения. Например, если я все время хлеб покупаю, система мне хлеб не будет рекомендовать. Потому что я один раз его купил. Она не будет рекомендовать. Поэтому вам нужна контент-бейст, еще контент-бейст рекомендации. Вот. Что можно из коллаборативки вытащить? Персональные рекомендации. Саша об этом говорил. С этим товаром покупают. Можно вытащить. Как вытащить с этим товаром покупают? Вы находите, вот, например, берете товар вот этот из матрицы и находите самую ближайшую колонку к этому товару. Элементарно. Просмотрели колонки, нашли топ ближайших. То есть по вектору похожести находите. Вот. И все. Поэтому коллаборативка очень легко с точки зрения математики реализуется и проблем у вас не будет. Единственное, проблемы возникают, например, пол определить. Например, женщине там ботинки 42-го размера. Зачем рекомендовать? А коллаборативка будет это делать. Если она мужик другая купила, допустим. Возраст определяет, да, там, ребенку не рекомендовать Ferrari, допустим. А коллаборативка такое может делать. Размеры обуви учитывать. Поэтому тут в коллаборативке важно еще использовать машинное обучение, чтобы понять, что это за человек. Пол определять. Дальше. Content-based рекомендации. Удобно делать на поисковиках. То есть я рекомендую Люцен, например, Махаут. То есть вы забиваете в поисковик текстовые описания товаров и профили пользователей, собираете. Дальше просто делаете матч. Матч. Такие системы с обратным индексом прекрасно делают матч, очень быстрый. И вы находите, например, товары, если там у меня рыбалка или интересовала леска, вы находите товары, похожие на это. Обычно используете поисковик. Дальше. Релевантный поиск. Также очень важен, это можно по бизнесу пошли, обеспечить релевантный поиск. Например, если человек все время искал, он связан с Тойотой, то когда он ищет зимнюю резину, надо давать зимнюю резину Тойоты, а не просто всю зимнюю резину из-за тех автомобилей. Понимаете? Это бизнесу нужно, это клиент. Почему я об этом говорю? Потому что бигдата вообще вся, бигдейта, она о клиент-ориентированном подходе. Она должна угадывать ваши мысли. Считается, что если вы будете угадывать мысли клиента, давать ему то, что он хочет, предугадывать его как бы дальнейшие действия, то у вас прибыль и бизнес будет процветать. Потому что клиенты будут довольны, вы их не спамите и предлагаете вовремя то, что им нужно. Поэтому если вы будете предлагать именно резину Тойоты, он будет больше на это кликать и переходить. Поэтому это нужно делать для бизнеса. Нужно так и продавать вашему начальнику, что это нужно. Поэтому поисковик для этого используется и машинное обучение для того, чтобы поисковик встроить вот эту логику определения наиболее релевантных запросов. Либо машинное обучение, либо там разные способы, могу в кулаке рассказать. Идем дальше. Чанрейт наш любимый. Что нам дает бинарная классификация, о которой мы говорили. Спам, не спам. Спам, не спам можно применить для определения, кто из клиентов уйдет с вашего проекта. У вас есть база клиентов. Вы проводите бинарную классификацию. Собираете данные за какое-то время. Определяете, кто из клиентов ушел, кто не ушел. Виктора сначала получили. Определи, кто ушел, кто не ушел. Например, используйте логистическую регрессию. Внимание. Логистическая регрессия – это не регрессия. Это классификатор. Многие ошибаются. И вы прогоняете потом через обученную модель базу клиентов, которые еще активны. И система выдает вам список клиентов, которые с большой вероятностью могут уйти. То есть модель посчитала, что они очень похожи на тех, кто когда-то ушел. Но они еще активны. Понимаете? И вы начинаете действовать. Ваш весь маркетинг направлен теперь на удержание этих клиентов. Почему? Потому что считается, что удерживать клиентов текущих гораздо дешевле, чем привлекать новых постоянно. И вы сосредоточите маркетинг на удержании. Понимаете? Меняется логика. Запад так работает. Удерживаем наших клиентов, а не привлекаем новых и бросая старых. Это дорого. Поэтому используйте, вот, пожалуйста, используйте байс-классификатор, логистическую регрессию, обошелоперных векторов для того, чтобы определить, провести анализ, бинарную классификацию клиентов, построить модель и определить, кто у вас уйдет. И потом программу удержания формируйте и удерживайте. Мы потом поговорим, как удержать. Идем дальше. Можно определить еще, предсказать, сколько денег клиент принесет вам. Ну вот, вообще, не денег, аранжирование. У вас есть какие-то клиенты, покупатели или клиенты компании. И клиент, вы не знаете, вот к вам пришел клиент, а вы не знаете, допустим, он вам принесет много денег или он такой, проходимец. Машинное обучение позволяет определить, определить заранее, сколько вам денег принесет клиент. Вы обучаете модель, но это уже используйте механизм регрессии, то есть предсказание циферки, предсказание стоимости жилья. Об этом же. Такой же принцип. Вот. И приходит вам новый клиент, а вы сразу смотрите, у него ранг предсказывается такой-то. То есть он еще к вам еще два месяца всего ходит, а вы понимаете, что он с вами будет работать 5 лет, либо принесет вам такую-то сумму. Это определение customer lifetime value, предсказание customer lifetime value. И теперь у нас что получается около каждого клиента? Получается одна циферка, это вероятность, что он уйдет, да, чанрейт. Вы уже, мы научились ее считать. Вторая циферка появляется, это сколько денег он может принести. Ну, допустим, вы это считаете для тех клиентов, кто там меньше двух лет с вами. А те, кто больше двух лет, вы как бы уже реальную цифру туда вписываете. Понимаете, да, у каждого клиента вероятность ухода и объем денег, который принесет. И поэтому, естественно, с кем вы будете работать в первую очередь? С тем, кто вам теоретически может принести много денег и может уйти в ближайшее время. Вы будете работать с ними. То есть у вас маркетинговый бюджет сокращается, и вы начинаете сосредоточиться только на этих клиентах, которые ценны, которые готовы уйти. Вы даже можете показатели перемножить и получить список клиентов, которым надо работать в маркетингу. Все. Вот суть. Вот суть. И дальше вы как бы сейчас мы про программу лояльности поговорим. Теперь про программу лояльности. Это самое интересное. Когда вы знаете, что этот клиент ценен для вас, и он готов уйти, вам надо его удержать. Как удержать? Что вы ему предложите? Скидки, да. А вот вопрос. Допустим, если я интересуюсь яхтами, он мне предложит скидки на велосипеды. Вы меня не держите? Как определить релевантное предложение? Первое, что приходит в голову, это понять, какой у клиента текстовый профиль через поисковик, понять, чем он интересуется, и предложить ему товары, скидки на товары, которые похожи на него. Да. Но это общий подход. Более точный подход. Это провести зондирование. То есть, как это, я на пальцах покажу, так проще. Вы делаете рассылку. Или делаете какое-то предложение. Например, предложение, скидку какую-то делать. Или какое-то предложение людям. Хорошее, интересное предложение. И кто-то отзывается, а кто-то нет. У вас получается, значит, что на выходе? Набор клиентов. И отозвался, не отозвался, отозвался, не отозвался. Но так как вы от каждого клиента знаете много, у вас есть перечень атрибутов. Ну там, усреденные значения, сколько он ходит на сайт, сколько там он заказов сделал. Ну мы о векторах говорили. И у вас есть ответ. Отозвался, не отозвался. Таким образом вы сформулили базу, что по этой базе вы можете, отозвался, не отозвался, можете провести машину обучения, сделать бинарную классификацию и определить людей, которые потенциально… Модель будет определять людей, которые потенциально отозвутся на предложение или нет. Тогда вы даете список новых клиентов текущих. Говорите, смотри, я такую акцию уже проводил, например, на такой-то товар привел со скидкой. Скажи, какие люди наиболее отозвутся, ну с какой вероятностью люди отозвутся. И система говорит, что такие люди отозвутся на это предложение наиболее вероятно. Вы потом берете этим клиентам именно и делаете предложение. Таким образом вы определяете релевантных клиентов. Таким образом, когда вам надо удержать людей, ценных для вас и готовых уйти, у вас должна быть база вот этих рассылок и математические модели каждой рассылки, чтобы вы смогли этого клиента подсунуть в модели. И она определит, релевантно это будет ему предложение или нет. Ну если непонятно, спросите в кулуарах. То есть логика очень проста. Таким образом, у вас получается, у вас получается, вы можете влиять на клиентов, предлагая им релевантные предложения. Почему нельзя всем разослать? Знаете, потому что кому-то это понравится, а кто-то воспримет это как спам, и у клиентов упадет лояльность к компании. Это дорого, долго, и это у вас бизнес этого потеряет деньги. Поэтому нужно определять сектор клиентов, которым это предложение релевантно, и бить только по ним. И поэтому определяем список важных, готовых уйти, и каждому персонально делаем предложение, которое наиболее релевантно ему. 5 минут. Так, и вот об этом уже говорили, еще модель бизнес-применения, то есть инструмент-анализ, анализ тональности. Ну это то же самое. Вы делаете какой-то продукт, а потом вы анализируете социальные сети и определяете с помощью машинного обучения, определяете, что у вас говорят люди. Где тут машинное обучение? Машинное обучение в том, чтобы определить слова, допустим, круто, а в автомобилях это хорошо, да, допустим. Ну о чем-то это, ну, то есть понимаете, разные слова имеют разное значение. Вы машину обучаете, что такие слова это хорошо, а такие это плохо, а потом конкретно по вам собираете данные и определяете, сколько отзывов хороших и плохих, и ключевые слова о вашем продукте, такие либо такие. Как это доказать, что это работает? Самый важный момент. Когда вы научились строить модели, научились определять важность клиента, научились вероятность риска клиента, научились определять вероятность, что он откликнется на эту рассылку или нет, то есть, понимаете. Ваша задача доказать клиенту, ну, бизнес, да, и руководству, что это работает. Для этого вам нужно детально разобраться с метриками качества моделей математического обучения. Очень важно. В бинарных классификаторах используется confusion matrix. Я не буду сейчас про это рассказывать. Это, на самом деле, устроено элементарно, но вы должны понять в деталях, как это работает. Ну, я рекомендую, значит, начальнику говорить следующее. Значит, термин. Вот это вот тоже характеристика качества модели машинного обучения, бинарных классификаций. Это area under curve. Эта методика появилась после того, как японцы разбомбили Pearl Harbor. У американцев не сработали радары, они стали заниматься увеличением точности математических моделей, да, и положили этот график. Если, короче, у вас вот такую штуку вы увидите, и она больше 0,5, это считается хорошо. Если в районе 0,5, то у вас классификатор, он фактически рандомно работает, а нифига не работает. Дальше. Точность моделей. Это сколько из... Вот вы взяли тестовые данные, да, с уже известным результатом. Считайте, сколько моделей угадалось данных, правильно угадалось. Пам не спам, допустим, да. Точность это количество угаданных правильно к общему количеству. Понятно. Вы считаете точность, вы считаете area under curve, то показать от нуля до единицы. Он больше 0,5 должен быть. 0,6, 0,7, 0,8. И капа. Капа – это вот в мультиклассной классификации удобный параметр, который позволяет определить, рандом это не рандом. Чем она выше, тем лучше. 0,2, например, это плоховато. 0,3 уже... Мы уже используем 0,3 модели. 0,5, 0,7, 0,8 капа – это прекрасная модель. Вот. И еще, то есть можно предложить, значит, провести АБ-тестирование. Ваш магазин с машиной обучения просто в магазин. И АБ-тестирование покажет, что, значит, ну, вы сами ведитесь, что продажи выросли. Итого, машина обучения работает, ребят. Работает реально. Ничего сложного там нет. Нет. Не надо лезть в высшую математику. Вы должны приемы карате вот эти выучить и использовать. Этого достаточно для, там, 90% успеха. Много открытого софта есть. Не поленитесь библиотечки использовать. Обязательно АБ-тестирование. Надо обязательно доказывать, что это работает. Значит, скажут, тут понафигачили всяких там моделей. А я не понимаю, лучше стало или нет. Клиент должен видеть, что стало лучше. Не нужно бояться. Не нужно там расстраиваться. И вы получите, я думаю, значит, ну, 90% результата при 10% усилий. То есть, вот это вот даст вот это. Вот такой результат. А вот если вы будете лезть уже книжки читать, ну, еще 10% может, доберете туда. Я думаю, так. Поэтому будьте оптимистичны. Все работает. Удачи. Несколько вопросов давайте успеем задать. Секунду. Спасибо. Я задам вопрос. Может, он, конечно, глупый, но все-таки нужен ответ. Когда мы используем Random Forest… Поднимите руку, пожалуйста. Не вижу вас. Да-да-да. Когда мы используем Random Forest, и у нас много моделей. Каждая из этих моделей – это нами вручную созданная модель? Нет, автоматически создается в Random Forest дерево. Оно создается немножко не похожим на другого, с некой мутацией. А как управляется алгоритм создания этого дерева? Просто рандомно вы создаете модель. Например, вот у вас есть 10 деревьев, вы подходите к каждой, отрубаете там ветки, ногами, поломали. В итоге эти деревья обучаются, они немножко с разной стороны смотрят на данные. Потом эти деревья голосуют, и вы… Ну, самый простой метод – это определение, значит, ну, большинства корма. Это понятно, да. Этот метод, он реально лучше работает. Вот Ensembling работает лучше, но он требует просто больших ресурсов. То есть, чтобы Random Forest сработал, надо задать несколько самому своих деревьев, которые потом… Чуть-чуть модифицированных. Да, с разными несколькими алгоритмами создания. Ну, там же, что там карты, алгоритм карт. Вы используете немножко там разные, где-то можете использовать Gini коэффициент, где-то можете использовать информационную энтропию. Потом вы можете пуржинг дерева делать после создания. Немножко по-разному. Цель – получить немножко разные деревья. Ну, как бы, камеры направлены чуть-чуть с разных векторов на данные, и они дают результат. Спасибо. Еще? Так, все-таки какой алгоритм модели использовали для определения одинаковых товаров с разных интернет-магазинов при сборе данных? Это у меня докладно эту тему следующие. Ну, вообще, я могу сказать… Нет, я могу сказать, мы использовали просто… Мы использовали текстовое совпадение, текстовую похожесть, но подмешали туда подмешали туда minhash, там, jacquard-коэффициент, и кластеризовали с помощью локалити-сенситив хэш, вероятность на решетах. Понятно ответить? Еще? Так, давайте остальные вопросы дальше, и мы будем переходить к следующему докладу, чтобы у нас все шло по графику и точно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok